Итак, коллеги, всем добрый вечер. У кого-то, возможно, день, у кого-то попозже. Все мы из разных часовых поясов. И сегодня на небольшом занятии по теме покерфейс на работе, как оставаться невозмутимым в офисных войнах, такая тема, которая по запросу, опять же, от наших слушателей часто задают мне и в соцсетях этот вопрос. Но не все знакомы с нами, возможно, кто-то первый раз. Всем добро пожаловать. Меня зовут Шульга Елена, можно Елена Александровна, и так и так отзываюсь. Я преподаватель курсов по менеджменту, soft skills, андрогогике. Ну и вся информация, в общем-то, сейчас дана на слайде. В первую очередь, наверное, полезно будет то, что я практикующий психолог. И все, что касается эмоций, это та ежедневная работа, с которой сталкивается каждый человек, ну и тем более психолог в работе. Итак, да, я преподаватель уже с достаточно большим стажем, с одной стороны, с другой стороны, я и действующий руководитель. И это дает мне нагрузку определенную, потому что одно дело заниматься только, например, психологией, частной практикой, а другое дело быть в оперативном управлении каждый божий день, иметь дело и с сотрудниками, и с клиентами, и с налоговой. И это все дает определенную нагрузку на эмоциональную систему. И у каждого есть свои задачи на этот семинар, поэтому, наверное, было бы мне понятнее, понятно, что я приготовила к сегодняшней теме. Мне бы хотелось, наверное, увидеть, никогда, честно, не спрашивала, но если вы мне напишите в чате, что вас привлекло в этом названии, почему вы сегодня здесь, наверное, мне бы было полезно для того, чтобы в конце я смогла ответить на те вопросы, которые, возможно, у вас есть. Поэтому, пока мы идем дальше, можно будет в чате набрать запросы ваши, да, то есть почему, чем интересна именно эта тема. Итак, пока вы пишете, ну, представлюсь еще как представитель именно центра специалист, потому что в этом году нашему центру уже 30 лет, и на сегодняшний момент уже больше миллиона выпускников, а именно уже миллион 300, если точно говорить. И достаточно большое количество и не только классов, но и самих курсов разных, причем это касается не только той темы, о которой мы сейчас будем говорить, все, что касается так называемых мягких навыков, но и огромный пласт курсов для других профессий. Это и IT-направление очень большое, и управление проектами. Ну, я думаю, что раз регистрировались, знаете, как наш выглядит сайт, и сразу призываю всех, потому что некоторые не знают, у нас прямо на сайте есть на титульном листе тот конкурс, который в связи с 30-летием центра объявили. Если вы у нас уже учились, то у вас есть просто хорошая возможность получить приз до 30 тысяч рублей. Есть все условия на сайте, поэтому если кто-то уже наш слушатель, у вас есть какие-то результаты, очень часто бывает, что вы пишете и в соцсетях пишете, и лично, по крайней мере, мне, мои слушатели, много очень уже отзывов после прохождения, когда прошло полгода, год, и вы, и мы гордимся вашими результатами. У вас есть возможность рассказать об этом, ну, и еще и поучаствовать в таком розыгрыше. Да, и, в общем-то, если говорить про наши гарантии, кто у нас учится, прекрасно знает, что есть официальный договор, есть разные форматы обучения и утром, и вечером, и выходные, и в будни, и, что самое важное, есть профессиональные менеджеры, которые помогут вам с выбором, это тоже очень важно. Да, вижу ваши запросы, как ставаться в ресурсе, какие способы сохранять ресурс эмоций, мне хотелось бы сойти с ума, обещаясь с коллегами. Да, да, есть такое дело, впереди еще осень, я улыбаюсь, сижу, потому что, наверное, все знают, осень и весна, еще и обострение эмоционального фона практически у всех, поэтому, что мы сегодня на повестке с вами рассмотрим. Как эмоции влияют на вашу личность и окружающих людей, разберем вот этот блок, потому что очень многие меня спрашивают, а как же быть не сколько в ресурсе, а сколько вот с покерфейсом. Я не просто так назвала этот семинар именно такой фразой, потому что я ее очень часто слышу в запросах. И какие инструменты работы с эмоциями помогут вам улучшить коммуникацию, но это не только даже с коллективом, потому что это и с семьей, и с соседями, с родителями, боже, ну со всем окружением, которое у нас есть. Подробнее, коллеги, сразу скажу, что есть курс развития эмоционального интеллекта, старт уже 21 августа, это будет следующая суббота с 10 до 17.10 суббота и еще одна суббота, то есть 21 получается и 28 августа. Имейте в виду, что все-таки мы еще в такое ковидное время живем, и те, кто хотят очно записаться, просто рекомендую немножко поторопиться, потому что есть вот эти вот ограничения по поводу полутора метров друг от друга, и поэтому классы не резиновые, если хотите очно, то, пожалуйста, записывайтесь заранее, потому что не так много времени осталось. И группа уже такая немаленькая, да, уже есть определенные ограничения. Итак, пойдем в нашу тему, как эмоции влияют на вашу личность. Разберем именно сначала этот блок. Во-первых, давайте разберемся, что такое эмоция. Кто-то говорит, что ты эмоционален и с таким подтекстом, что это плохо. Вот если считать, что это плохо, то, вы знаете, я бы очень сильно удивилась, почему это плохо. Мы ведь не роботы, и наша эмоциональная система, она действительно нам нужна. Вот ничего нет такого в природе, знаете, природа не придумала ничего лишнего. Все, что у нас есть в нашем организме, в нашей психике, ну а эмоция – это как раз некий процесс, это состояние человека, то, как мы реагируем на раздражители, да, то есть это может быть тот статус, например, мы что-то видим, и нам радостно, да, когда мы видим, когда ребенок наш улыбается, может быть, первая улыбка, мы же тоже расплываемся в улыбке. Или когда кому-то больно, мы начинаем плакать, когда нам хорошо, мы получаем удовольствие. Да, иногда просто злимся при конфликте каком-то, мы злимся, и злость, она дает, ведь, энергию. Вот просто вспомните свой путь, вспомните сейчас, я просила, если вы хотите действительно сегодня поработать, то возьмите бумажку, любую бумагу, вот любую, даже маленькую, если салфетка рядом есть, без разницы, да, и ручку, маркер, карандаш, все, что есть под рукой, и просто нарисуйте такую линию, у каждого она своя, там, на листик, да, и вспомните все такие яркие вехи в вашей жизни, ну, пусть хотя бы за последние 10 лет. Может быть, это смена работы, может быть, это смена города, может быть, это вышли замуж или женились, может быть, это наоборот развод. То есть это что-то, где вы испытывали яркие эмоции, вы их точно запомнили, и там точно не было покерфейса, вы это переживали. И просто отметьте, у кого-то это одна галочка всего, да, какой-то год, например, у кого-то это несколько, да, за последние 10 лет. А теперь вот сфокусируйтесь даже хотя бы на одной, на одном каком-то сюжете в вашей жизни, где была вот эта яркая эмоция, вы ее точно запомнили. Это было там некратковременное, некратковременный какой-то испуг или, наоборот, радость. И посмотрите, что было перед этим, какие мероприятия, какие действия были у вас, да, что было для того, чтобы произошли вот эти изменения. Ведь там тоже был какой-то эмоциональный статус. Так не бывает, мы не можем жить без эмоций, это, ну, совсем становится очень скучно. И на самом деле покерфейс означает не что иное, как совершенно ничего не выражающее лицо. То есть мы смотрим на человека, и мы не видим никакой эмоции, мы не видим никакой реакции. Ведь эмоция это стимул равно реакции, да, то есть мы получаем какой-то стимул, и мы реактивны, мы очень быстро выдаем эту эмоцию. Другой вопрос, можем ли мы ей управлять, но это чуть попозже сегодня даже поговорим. Поэтому с точки зрения покерфейса и ответить на вопрос, а хорошо ли вообще ходить с покерфейсом, я надеюсь, что вы сегодня услышите, по крайней мере, меня. Потому что когда через себя проходит огромное количество людей, когда я вижу людей в переговорном процессе с покерфейсом, честно, мне очень тяжело с такими людьми общаться. И это не только мне. Правда, многие люди хотят ходить с этим покерфейсом, и прям запросы мне делают, скажи мне, как вот ходить, чтобы никто ничего не считал. Смотрите, для чего нужны эмоции? Экспериментальными путями огромное количество исследований прошло, не буду сейчас там цифрами щеголять их на самом деле, огромное количество, можете погуглить. Но вот эти исследования про эмоциональный статус, оно привело и на животных, и на людях в том числе, что когда мы получаем положительную эмоцию, то есть нам хорошо, это нас побуждает к повторному позитивному переживанию. Ведь обратите внимание, вот когда нас хвалят, например, мы вообще на оцене недохваленные, поэтому вот когда нас хвалят, нам же хочется, чтобы еще, и поэтому мы, по сути, якорим у себя повторение того, чтобы нас хвалили. То есть если мы помыли посуду, нас похвалим таким, нехорошо, еще пойду помою. И наоборот, когда мы получаем отрицательную эмоцию, это побуждает нас, чтобы мы больше этого не делали. Ну, то есть никому не хочется получать какую-то постоянную агрессию, например, или какой-то гнев. И, в общем-то, благодаря эмоциям мы и живем, мы так обмениваемся информацией, мы можем даже ничего не говорить, но именно посредством эмоционального статуса своего мы общаемся друг с другом. Лимбическая система отвечает у нас за эмоциональный статус в голове, и вот лимбическая система является открытой. То есть мы еще и заражаем друг друга. Заметили, наверное, если у вас хорошее настроение, вы приходите, ну, после отпуска, первый день, вспомни, сейчас вот летнее время. Приходишь, кто-то мне как-то сказал, Лена, ты после отпуска как блаженная. Я же даже не поняла, обижаться мне на это или не обижаться. Но, видимо, на лице отражалось такое счастье. Люди, которые еще не были в отпуске, наверное, может, не очень приятно было на это смотреть, потому что у них лицо, наоборот, как перед отпуском. О, Боже, скорее бы, скорее бы, особенно, когда осталось несколько дней. Ведь каждый из нас это ощущает. Я думаю, что не то, что я говорю, это не только у меня, но и у вас. Так вот, когда у нас отсутствует эмоция, когда у человека покерфейс, это значит отсутствие обратной связи. Мы не видим, мы не понимаем, что у человека в голове. И даже если он говорит, у нас получается так называемый когнитивный диссонанс. То есть он нам говорит, а на лице пустота. Обратите внимание сейчас, если кто-то вообще следит за новостями в искусственном интеллекте, то роботов их учат, их учат специально копировать эмоциональный статус людей, чтобы у них была и улыбка. Да, вот сейчас уже такие, ну, по-моему, это японские все технологии, когда мимика лица настолько повторяет человека, что можно даже забыть, что это уже не человек на самом деле. То есть даже роботам это дают, а как нам-то с покерфейсом? То есть давайте не будем превращаться в каких-то людей, которые не транслируют ничего. Обман и ошибка будет думать, что если у тебя покерфейс, то есть ты не выражаешь никакой эмоции, что у тебя внутри, ровно то же самое. Вот я бы больше поговорила, что у вас внутри, а не то, что снаружи, потому что часто бывает, что мы надеваем маску. И эта маска дает ошибочную информацию для нашего окружения. То есть, понимаете, когда, например, женщина в семейных отношениях замолчала, то есть она невозмутима, она обиделась и делает вот этот покерфейс. и ожидает, что ее мужчина должен как-то на это среагировать. Причем она не говорит, как, и она не показывает лицом, как. И потом в замешательстве обижается, что он не дает то, что она хочет. А он не экстрасенс, а как он должен догадаться, если ты ни словами, ни лицом, ни поведением не говоришь, что ты хочешь. Поэтому вот касаемо покерфейса, это та история, с которой нужно наоборот работать в обратную сторону. Показывайте свои эмоции. Другой вопрос, что нужно это делать все-таки в рамках общественных каких-то норм, а не, да, вот хочу, сейчас буду плакать, хочу рыдать, хочу, там, буду истерить. Хотя это не запрещено, только в определенных местах нужно это делать. Итак, обратная связь, когда мы получаем, то мы получаем как раз информацию о действии другого человека. То есть, по большей части, мы сообщаем своим эмоциональным статусом, что нам нравится, например, что-то или не нравится, для того, чтобы нас другие люди как раз понимали. Понимаете, когда у вас есть хорошая мимика, когда у вас есть, знаете, иногда бровь приподнимешь, и человек говорит, да, я все понял, а ты даже ничего не сказал. Понимаете, мы совершенно спокойные, органично, это наше природное, мы больше 50-60% считываем именно по мимике, по жестам. Как это, как от этого отказаться? Зачем? Самое главное, зачем? Так вот, когда мы делаем покерфейс, получается, мы не даем обратную связь. И наше окружение, у них не завершенный гештальт в психологии, это называется, потому что я не понимаю, как среагировал человек. Я не понимаю, если я вижу человека с покерфейсом, я не понимаю, как себя вести, что хорошо, а что плохо. Поэтому, конечно, в первую очередь, я всегда говорю, это для руководителей, в первую очередь, потому что ваша задача основная, если вы руководите коллективом, максимально часто давать обратную связь. Потому что, если нет обратной связи, то ваши сотрудники вообще не понимают, как дальше двигаться. Иногда покерфейс помогает избегать раздувания конфликта. Вы знаете, это, с одной стороны, кратковременно, возможно, да, с другой стороны, сразу скажу по конфликтам, потому что есть тренинг и по конфликтам, в том числе. Дело в том, что конфликт сам по себе, он не разрешается от слова совсем. Знаете, я тут обычно юморю, беременность, она через 9 месяцев разрешится, хотите вы это или не хотите. А вот конфликт, он не разрешается сам по себе вообще никак. Он переходит только в скрытую стадию, и мозг человека, он так устроен, он либо созидает, либо разрушает. То есть, если вы надели этот покерфейс и внешне показали, что фух, а мне это не столь важно, да, я же показываю нейтралитет некий этим покерфейсам, мне как бы все равно. Да, внешне, и второй человек-то тоже поймет, что, например, тебе все равно, но внутри вы начинаете сами себя поедать. Львиная доля психосоматики, психосоматических заболеваний, как раз из-за того, что мы надели этот покерфейс, внешне всем показали вот эту маску, внешне всем показали, что мы такие вот железобетонные, как мать Родина, а внутри у нас есть наша психика, есть наше тело. Эти эмоции выйдут через тело, поэтому тут ваш выбор уже. Хотите, надевайте покерфейс и будете болеть, либо вы все-таки пойдете в разрешение конфликта, в то, чтобы поставить там все точки над «и», разные варианты есть, а не просто его надевать. Поэтому, Ольга, не советую вот это вот делать, потому что обычно наденешь, а потом еще спать не будешь несколько ночей. Итак, смотрите, касаемо обратной связи через, в корпоративном формате, через ежегодную аттестацию, это то, что чаще всего бывает в корпорациях. Но такая обратная связь, она бывает очень редко и не сильно влияет уже по статистике, есть не влияет на производительность, а еще очень много времени на подготовку. И вот есть опыт Deloitte и Adobe, это компании, которые ввели систему непрерывной обратной связи. В том числе это и устно, когда руководитель чувствует, что, видит, что что-то не так, он обратную связь дает мгновенно, как только он это увидел. И вот в результате этого опыта снизилось количество увольнений, руководители стали чувствовать себя комфортнее, и вообще внутренние ощущения в коллективе, они стали гораздо более благоприятными, и как следствие выросла эффективность. Потому что, еще раз, мозг, он либо созидает, вот человек, мы созидаем только тогда, когда мы в нормальном равновесном состоянии, в ресурсе. А когда мы злимся, когда мы ненавидим кого-то, особенно про ненависть, вот злость, она, кстати, иногда бывает ресурсной, если ты успеешь сфокусироваться, поймаешь себя за эту эмоцию, за хвост поймал, и во благо злость перенесешь, потому что это очень энергоемкое состояние, когда мы злимся, это дает нам возможность, например, что-то переделать быстро, ну, то есть мы в стрессе, по сути. А вот когда мы мстить решили, то это на разрушение, мы же в этот момент разрушаем, мы сидим и думаем, как отомстить, например, человеку. И на самом деле, вот в этом опыте системы непрерывной обратной связи привело к тому, что те руководители, которые приняли это, то есть они убрали вот этот покерфейс, какую-то невозмутимость, они, если они чувствуют, да, там, например, что ему это не нравится, они об этом говорят, они не пытаются спрятать это все внутри, в какой-то, в нужный момент, в нужный момент аттестации это все сказать. Именно эти руководители становятся успешными лидерами, за ними люди идут. Ведь всем известна истина, что приходим мы в компанию, а уходим от руководителей. И вот итоги вышли такие, в разных компаниях после этого исследования были разные, поэтому здесь написано, что может повыситься, то есть это максимально тот процент, который исследования показали. Личная производительность, когда человеку дают эту обратную связь, когда он дает обратную связь, то есть он не зажимает свой эмоциональный статус, а он действительно с ним работает. То есть если пришла негативная эмоция, она же почему-то пришла, значит, с ней нужно что-то делать. Количество прогулов, посмотрите, на 41%, текучка уменьшилась 59%, это вообще бич просто на сегодняшний момент многих компаний, потому что текучка, она бьет рублем, в прямом смысле слова бьет рублем, потому что каждый раз, когда у тебя уходит специалист, тебе надо опять потратить энное количество времени на поиск, потом на обучение с этого нового сотрудника. И вот эта бесконечная смена, она дает возможность еще и навредить, например, конечным клиентам, потому что зачастую клиенты не очень любят, когда у них постоянно меняется какое-то контактное лицо. Эффективность руководителей на 71% увеличивается, а удовлетворенность клиентов на 10%. Это все материалы исследования достаточно знаменитого агентства ГЭЛАП. И если говорить про новое поколение, которое сейчас приходит на рабочие места, здесь, коллеги, вот держитесь, я бы так сказала, потому что они другие, они правда другие. Если, знаете, постсоветское пространство еще говорили, там, ну, например, у моей мамы была такая поговорка, как-то я слышала из ее уст, что вот, или это даже не мама, это, по-моему, бабушка, там, Бог терпел, и вот нам велел, вот какая-то вот такая поговорка была, не знаю, откуда она, но из ее уст я слышала, что нужно терпеть. И вот это вот терпеть, терпеть, там понятно, там были довоенные времена, военные времена, поствоенные времена, люди терпели. Коллеги, ну, сейчас у нас уже давно нет войны. Мы выросли, и те поколения, которые, то поколение, которое приходит сейчас, они эмоциональны, они не держат маски, они более живые. И если мы будем ими управлять покерфейсом, мы их потеряем, они не будут у нас работать. Поэтому фактически вы должны посмотреть, да, к 30-му году, а сейчас уже к концу 21-й, то есть не так уж это и далекое будущее, 85% этих людей будет, потому что уже, ну, поколение стареет, да, и поэтому если говорить про новое поколение, они хотят получать обратную связь, они привыкли к лайкам, они привыкли к моментальной реакции, они всегда на это смотрят. Поэтому в рабочей жизни покерфейс с этими людьми, ну, просто будет нереалистичен. Не смогут, не смогут они работать с такими руководителями. Вот, поэтому смотрите, при чем тут вообще покерфейс и эмоции, да, в общем-то, все просто, потому что наше лицо – это как дорожный знак, который как раз управляет тем, что вокруг нас. И вот профессор психологии, он у нас провел исследование, его исследования показали, что, и выводы такие, что наше лицо – инструмент социального взаимодействия. И наша мимика, она не столько показывает, что мы внутри чувствуем, а больше про то, что мы передаем другим. То есть мы можем надеть масочку и, например, показать лицом, показать мимикой, жестами именно то, что мы хотим по отношению к окружающему миру. То есть нам не нравится конкретный человек или конкретная коммуникация с ним, мы можем еще внутри не чувствовать, но эмоция – это первично, она помогает как раз окружающему миру вообще понять, как с нами взаимодействовать. То есть что можно, а что нельзя. И вот подавление эмоций, оно приводит, посмотрите, к каким не очень хорошим вещам. В первую очередь к выгоранию. Поставьте плюсики, вот кто в своей жизни вообще выгорал. Вот вы понимаете, что вот прям выгорал. Было у вас такое выгорание на работе, может быть, в семейных отношениях. Когда ты до тла сгорел, потом, конечно, да, раз мы все тут сейчас присутствуем живы, да, я надеюсь, все здоровы. И это вот как раз потому, что мы сразу не выходим в коммуникацию. Вот все конфликты туда же, потому что подавили эмоцию. Есть, знаете, в эмоциональном интеллекте, а это как раз управление своим эмоциональным статусом, и кто придет на тренинг, мы будем там прям делать такое упражнение, такую градуировку, с какого уровня эмоцию уже нельзя перенаправить. Знаете, вот как есть до определенного уровня я могу фокус внимания сменить, да, вот сейчас ты занималась этим, там что-то не нравится, раз переключился на другое. Как говорят, а ты переключись на другое. Ребят, не всегда это помогает, этот совет, потому что если градус эмоциональный уже слишком высокий, то ты не сможешь переключиться просто физически. У тебя там будет подвешена не только задействована лимбическая система, но еще и рептильный комплекс, и ты физически не можешь с этим справиться. Поэтому тебе ее нужно прожить. А вот как прожить ее экологично, это уже второй вопрос. То есть если вы, например, с кем-то в конфликте, то, конечно, ничего хорошего, если вы будете в этих офисных войнах набрасываться друг на друга, да, там и за волосы таскать. Наверное, это не очень красивая история, которую бы... И поэтому мы надеваем вот этот покер-фейс и думаем, ой, лишь бы только не вцепиться. А внутри-то буря, внутри-то буря. И эта буря приводит вас к выгоранию, к ухудшению взаимоотношений. Не улучшится там ничего от того, что мы будем ходить с покер-фейсом. Точно будет ухудшение здоровья. Психосоматика у меня целый талмуд. Что вы понимали, это книжка размером А4 и 10 сантиметров толщиной по психосоматике, клинический сборник. То есть все описано. Это серьезные такие исследования причинно-следственных связей. Это ухудшение памяти, это повышение давления, разного вида депрессии или депрессивного состояния. Поэтому, пожалуйста, не надо их подавлять и ходить с этим покер-фейсом. Какие инструменты, про что мы сегодня собрались, как же мы можем все-таки воздействовать на наш эмоциональный статус для того, чтобы улучшить все-таки коммуникации. Во-первых, это из разряда, чтобы управлять своим эмоциональным статусом, это второй уровень эмоционального интеллекта. В эмоциональном интеллекте есть четыре уровня. Первый уровень – это распознавание своего эмоционального статуса. То есть я сейчас в какой эмоциональный статус? Попробуйте написать, в какой вы эмоции. Что у вас в голове сразу приходит? В каком эмоциональном состоянии? Назовите его. Второй уровень – это влияние уже на эмоциональный статус. Например, ты чувствуешь злость, и ты понимаешь, что «А мне сейчас, например, вести вебинар?» Ну вот куда мне злость? Она же там не актуальна. И мне нужно там что-то с этим сделать. То есть у меня есть, например, там полчаса времени, я понимаю, до старта, и мне нужно изменить эту злость на, например, интерес, как вы написали. То есть мне нужно поменять. Это второй уровень как раз эмоционального интеллекта. Я учусь управлять своим эмоциональным статусом. Третий уровень – это распознавание эмоций других людей. Мы очень часто невнимательны. Очень часто. Я каждый раз, когда мы говорим про активное слушание, мне люди говорят «Да-да-да, я слушаю, слушаю!» И тут же меня перебили. Я говорю «Слушайте, когда мы перебиваем, это означает, что мы не слышали уже львиную долю разговора человека. А если он еще и покерфейс надел, то мы вообще можем ошибиться? И, может быть, вы слышали такую фразу, например, тебе человек что-то говорит, ты ему отвечаешь, а он говорит «Не-не-не, я не это имел в виду». Это говорит, что мы его не слышали, мы его не слушали. Он буквально там обычно, знаете, такая игра. Я угадаю эту мелодию с одной ноты. Человек начинает говорить, и может буквально через пару предложений, они думают «А, понятно, прошло, мы вообще его не слушаем, мы уже внутри выстроили коммуникацию, как ему ответить, и когда он замолчал, мы ему выдаем на гора». А очень часто даже вопроса никакого не возникало. А мы там на него отвечали. Поэтому люди с развитым эмоциональным интеллектом, четвертый уровень – это как раз потом влияние на эмоциональный статус других людей. То есть сначала первые два уровня – про себя, распознавание влияния. Третий, четвертый уровень – это распознавание и влияние на других людей. И вот руководителям важно, чтобы они умели мастерски быть на четвертом уровне. Другой вопрос, что если вы не прошли первые три, то четвертого у вас тоже не будет. Это важно. Вот смотрите, что на сегодняшний момент показывают исследования. 67% лидерских способностей приходится именно на эмоциональный интеллект. И это гораздо важнее, чем технические знания и IQ. Потому что и сейчас век высоких технологий я каждый раз вижу, у меня очень много приходит слушателей из IT-сферы, и они сами это понимают, приходят и говорят, слушайте, особенно руководители, у нас просто великолепные программисты, но они вообще никак не коммуницируют. Они не могут коммуницировать, у них нет этого. И вот на сегодняшний момент огромное количество исследований, я тут как пример вам привела, их можно там, знаете, не хватит дня рассказывать про эти исследования, о том, что практически все люди, которые достигают успеха, которые выстраивают карьеру, у которых… Причем карьера не обязательно вверх, она же может быть и вширь, и в глубину, это все, что у тех людей, у которых высокий эмоциональный интеллект. Могу сказать, что даже во многих иностранных компаниях у них… Вот ты прислал резюме, я просто 8 лет проработала в иностранной компании, и там тоже было это связано с эмоциональным интеллектом. И вот в одной из компаний, тоже там, не в той, в которой я работала, у них даже HR-ы сказали о том, что если мы видим по резюме, что кандидат более-менее подходящий, мы сначала отправляем ему тест на эмоциональный интеллект. И если он проходит по баллам, то есть необходимый там минимальный балл, который стоит нормативом в компании, только тогда решают, что его позовут на это собеседование. Если не прошел, то и не зовут. Поэтому смотрите, чтобы развивать эмоциональный интеллект. Что нужно делать? Первое. Во-первых, учитесь осознавать свои эмоции и называть их. Вот просто сразу можно видеть, когда человек знает название эмоций, хотя бы базовых эмоций, то он может ими управлять. Потому что если вы не знаете даже, как это называется, когда я спрашиваю, ты в каком эмоциональном состоянии? Мне человек говорит, в нормальном. Ну, нет такой эмоции. Нормальный. Вам нужно их отождествить у себя. То есть произносите вслух, что вы чувствуете. Это уже дает возможность лучше коммуницировать. Ну, то есть, понимаете, не зажимать эту эмоцию. Например, нарушаются ваши границы. Вам спросят, например, вечером остаться после работы, и вам за это не платят. Не просят, да, там по-хорошему, а прям вот даже, может быть, манипулятивными способами как-то приказывают или говорят, так, Владимир, вы должны там сегодня все доделать. Как же так? Вы там не доделали, да, может быть, с каким-то сарказмом даже. И вы в этот момент чувствуете какую-то обиду или гнев, или это, может быть, еще какая-то эмоция. Скажите об этом. Иван Иванович, я чувствую там несправедливость. Можете это так это назвать, да. То есть назовите это как-то, проговорите это человеку. Есть такое понятие «я сообщение». Поговорим об этом. Итак, что еще? Это вот как на картинках, есть такое, вот кто, может быть, в актерские школы когда-нибудь ходил, и вообще, если как-то интересовались этой темой, то есть такое понятие, как актерское портфолио. Когда вот фотографии, которые на слайде есть, когда тебе называют эмоцию, а ты должен мимикой это показать. И вы знаете, сейчас можно не ходить в фотоателье какое-то, да, сейчас у всех есть в телефонах камеры. Попробуйте вот назвать те эмоции базовые, которые есть, и попробуйте себя сфотографировать. Не обязательно это выкладывать даже. Можно, конечно, флешмоб какой-нибудь устроить в соцсетях, покажи свою эмоцию, но покажи, как ты можешь этим управлять. И когда вы поиграете своей мимикой, вы посмотрите на себя со стороны. Вы знаете, когда я первый раз это делаю, я прям делала это у фотографа, то есть у меня не было возможности моментально посмотреть. Когда она мне прислала, я очень сильно удивилась. Я не ожидала, потому что я на какие-то эмоции, ну, например, эмоции там уважения, она у меня была такая жесткая. И я говорю, боже, это я показываю такую эмоцию, и я как бы думаю, что я показываю уважение, а люди-то считывают вообще другое, считывают какую-то злость. И, знаете, для меня это было в свое время таким вызовом, наверное, да, посмотри на себя в зеркало, и я стала вот корчить рожицы утром, пока чистишь зубы, покорчите рожицы себе в зеркало, и посмотрите, а как это? Научитесь использовать свою мимику себе же во благо. Попробуйте, посмотрите на это. На видео, то есть я имею в виду, когда вы прям на видеокамеру пишите, почитайте вслух стихи или сказки с выражением по ролям, да, где это может быть? Это может быть вообще полезно, можно сделать на своем любом там аккаунте, в сторис выкладывать вот эти сказки вслух, просто сидите с книжкой и читаете. Вы знаете, огромное количество родителей благодарны за то, что есть вот такие сервисы, и можно включить какие-то аудиозаписи этих сказок, и дети заняты, да, и вы покажете, вы будете развивать свой эмоциональный статус, потому что покерфейс, он дает очень, как сказать, совсем негибкую психику, и это будет приводить как раз к вашим же проблемам со здоровьем, уже говорила, да. Что еще? Дома с родными или коллегами играть в немое кино. Вот не в крокодил, а немое кино. То есть когда вы показываете, там, с детьми великолепно это, когда вы показываете какой-то сюжет, там, 2-3 минутки, а ваши родные будут угадывать, например, с какого-то фильма, что это за сюжет такой. То есть прямо можно будет по ролям. На самом деле весело, и особенно вот сейчас летний период, там, выходные, дачи и в больших компаниях. Вот попробуйте это сделать, на самом деле только позитивные эмоции все получают. Что еще? Принимайте эмоции, ну вот осознавайте их, старайтесь их проживать. И для того, чтобы проживать их без ущерба, используйте технику «Я-сообщение». Ну, здесь либо можете, я не буду ее здесь рассказывать, она многим известна, с одной стороны, да, кому неизвестно, welcome на тренинге, будем прям тренироваться, ну или в интернете можете посмотреть, если кто-то не готов еще на тренинг идти. Посмотрите диагностику, то есть есть тоже тесты по эмоциональному интеллекту. Посмотрите, насколько вы сейчас развиты на этом уровне. Ну и, конечно, приглашаю на тренинг по эмоциональному интеллекту, как раз где прокачаете навык под присмотром, например. Ну и я обещала вам практику. Вы знаете, ключевое, о чем я хотела сегодня сказать, чтобы оставаться в ресурсном состоянии, нужен баланс. Вы знаете, вот каждый человек, если представить так метафорично, себя огнем, костром таким, для того, чтобы он горел, чтобы он согревал, чтобы он давал тепло, нужно туда подкидывать дровишек. Если там будет постоянно только мокро-мокро-мокро все, допустим, это слезы, то костер не будет гореть. И здесь все максимально просто. Вот просто возьмите сейчас, да, и вот такую табличку, и в одной стороне, с левой стороны, от чего мне становится плохо и упадок сил, напишите хотя бы там пять первых пунктов, и там может оказаться ваша работа. Или это не вся работа, например, кто-то на работе, да, конкретную фамилию пишите туда. А во второй колонке, от чего вам становится хорошо, и что вам дает эту энергию. Потому что в краткосрочном периоде, вы знаете, наверное, вы пишите пока, да, пишите, я буду пока говорить. Мы будем, конечно, на тренинге разбирать, как прям мгновенно в ресурс там входить, но на самом деле я не очень люблю эту тему. Когда люди фокусируются только вот на мгновенной, очень часто это сваливается как раз на зажимание там эмоций, ну или вот быстрая техника там я-сообщения. А вот для того, чтобы вы в принципе были в ресурсе, вот по жизни, знаете, вот не от случая к случаю, а по жизни. Конечно, как буддийские монахи, чтобы быть таким совсем равновесным, это нужно сидеть вот в этих горах Тибета, и чтобы раздражающий мир окружающий тебя просто не касался. Конечно, они там, Господи, кроме молитв ничего не делают. Ну то есть там нет детей маленьких, нет политики, нет еще чего-нибудь. У них нет телевизоров, нет телефонов. У них нет раздражающих факторов, которые могут выбивать их эмоциональную систему. И каждый из нас, вот любого из нас, в такие условия, если поместить, кормят, поят и молись. Я вас уверяю, у вас будет вообще, вы будете в ресурсном состоянии. Практически через неделю уже будете выглядеть, как настоящие буддийские монахи. А вот когда ты в миру, когда вокруг тебя огромное количество раздражающих факторов, я больше за долгосрок, чтобы это не было вот просто от случая к случаю, знаете, как вот спасание там пожаров, я за профилактику. И вот за профилактику, это как раз быть самим в постоянном ресурсе. То есть вы должны набрасывать этих дровишек в костер регулярно. Если человек, даже медики говорят, да, если человек со здоровой психикой, то к ним не цепляются вообще никакие болезни. Мы зачастую болеть начинаем, когда устали. Когда мы устали зажимать эти эмоции, когда мы их переживаем и переживаем, но не закрываем этот гештальт. То есть, например, вы чувствуете какой-то гнев по отношению к какому-то человеку, но не садитесь с ним за стол переговоров. То есть вы не влияете никак ни на свой эмоциональный статус. Вы только крутите вот эту пластинку себе в голове. День сурка, да, особенно по ночам, в три часа ночи проснулся, глаза открыл и погнали. И это приводит к истощению. К истощению и физического, и морального, и поэтому уходит и выгорание. Поэтому если вы не начнете подбрасывать огонька в свою жизнь, то ни книжки, ни даже тренинги в этом плане не помогут. Ребят, за вас никто не скажет нет, например, руководству на твое личное время, чтобы ты смог заниматься там танцами, йогой, гулять по парку, гулять со своими детьми. Вот понимаете, это вы должны защищать свои границы. Осознайте, где ваши границы, о каких договоренностях вообще шла речь. Зачастую мы просто пробивают наши границы, мы никак на это не реагируем, устраиваем покерфейсы, а потом это все сваливается в выгорание. И вот чем больше у вас с правой стороны, от чего мне хорошо и что дает мне энергию, прям делать это по расписанию. Вот знаете, как доктор прописал? Три раза в день. Каждый день три раза в день. От чего мне хорошо, это может быть огромный список. Это может быть что-то, ну, например, путешествие. Мне хорошо дает путешествие, но я не могу себе позволить путешествовать вообще 365 дней. От шести до восьми раз я в году путешествую, и это не мгновенно произошло, я к этому долго достаточно шла. Но это все равно не каждый день. Но, например, каждую неделю, можно делать каждую субботу или каждое воскресенье разным. То есть, понимаете, мы наполняемся обычно эмоциональным фоном. Не важно, как ты отдыхаешь, важно, какой эмоциональный фон. Можно один день съездить куда-то и получить там эмоциональное какое-то подпитку. Да, вот кому-то нравятся лошади. У меня есть один слушатель, который спустя пять лет после курса эмоциональный интеллект объявился там на другом курсе, подошел с горящими глазами, говорит, вы меня помните? Я говорю, ну, зрительно помню, не помню, на каком курсе учились. Он говорит, вы знаете, спасибо вам большое, у меня теперь есть своя лошадь. Это так было трепетно. И я говорю, а почему лошадь? Он говорит, ну, это вы мне сказали. Я не помню, если честно, что я ему говорила. Он в каком-то состоянии, видимо, ко мне подошел, я там подробностей не помню. Он говорит, ну, у меня уже своя есть лошадь, я ее арендую уже сначала на четверых, а теперь на двоих. Он говорит, мне такое удовольствие, настолько каждый раз жду. Я с удовольствием работаю, зарабатываю деньги, потому что за лошадь надо платить. Да, и я бегу с работы, потому что у меня есть возможность пообщаться с ней, поухаживать за ней, по, там, поскакать. Вот у каждого свое. Просто найдите, вы взрослые люди, наверняка вы уже понимаете, от чего вам хорошо. Чтобы ассоциация в вашей жизни была не про только левую колоночку, но и про правую. Если будет баланс, труда и отдыха, да, и отдыха качественного, опять же, каждый понимает по-своему. Иногда хочется просто, говорит, потюленить, полежать на диванчике, укрыться пледиком и посмотреть какие-нибудь дурацкие фильмы. Ребята, если вас это наполняет, окей, тоже, ну, пусть будет. Пусть будет. Итак, я надеюсь, что вы сделали. Кто сделал, поставьте плюсики. Я буду понимать, что вы это упражнение как-то прожили. Кататься на лошади завтра пойдете. Да, это круто. Я тоже люблю очень лошадей. Да, и я искренне приглашаю вас на курс развития эмоционального интеллекта, потому что он всего идет 16 часов. Это совершенно небольшие деньги. По большей части это там два сеанса психотерапевта неплохого, да, в Москве. И вы сможете это проработать, получить инструменты, которые вы можете потом еще использовать. То есть не только там на курсе и все, да, то есть вы их получите и будете дальше работать с этим, да, 21, напоминаю, 21 августа стартуем. И смотрите, там есть кто-то, у кого-то это в комплексе, даже в комплексных программах есть. Есть формат очного занятия, есть по вебинару. Если вы где-то далеко в другом городе, то можно и по вебинару. Подготовьте камеру, подготовьте, ну, чтобы видно было тогда и вас. И будем, в общем-то, заниматься. Да, телефоны контактные есть, адреса есть. И я готова ответить на вопросы, которые есть у вас, чтобы чем-то помочь. Для практики на то, как остаться в живописерпентаре единомышленников. Тем более это люди с большими корпоративными ресурсами. Вы знаете, Василий, по поводу серпентария, надо понимать, вообще все вот эти вот войны, серпентарии или офисные войны их называют. Я всегда спрашиваю людям, задаю вопрос, какая у тебя цель там? Вот если ты с точки зрения стратегии, то есть долгосрочного планирования, ты реально видишь там выгоду, то сам себе задай вопрос, вот как сейчас тебе выстроить взаимоотношения с этими людьми, чтобы получить то, что ты хочешь. Очень часто я слышу, что да не вижу там никакого будущего своего. Пока вы не видите будущего, вы в этом серпентарии, они вас будут топить. То есть выживаешь в серпентарии, реально, когда у тебя есть четкая цель, знаете, как фильм-то был, не помню, как называется, советский какой-то фильм, вижу цель, не вижу препятствий. И вот когда у тебя настолько цель сильная, у меня были в моей жизни периоды, когда я работала, можно сказать, в серпентарии, и все вокруг там что-то хотели, а у меня была поговорка, работать не пробовали, я ее никому не говорила, я ее сама себе говорила, шульга, ты работать не пробовала, вот не обращай внимания ни на кого, вижу цель, не вижу препятствий. Ты хочешь вот это? Я там мучила своего руководителя, говорила, что мне надо сделать для того, чтобы я получила вот то-то, то-то. То есть, да, волк-одиночка, но вот прям реально волк-одиночка. Я со всеми общалась, также там корпорат, корпоративы какие-то там, обеды совместные и так далее, и улыбка, да, и ты давал возможность там людям как-то развиваться вместе с тобой, но они тебя не пробивали. И был баланс между трудом и отдыхом. Вот тогда выживете. Ну, это будет не выживание, это будет, знаете, такое, как по реке жизни плывешь, надо грести, ребятки, да, там течение, ты решил против течения идти. Ну, всякое бывает, да. Накачаешь мышцы, накачаешь мышцы. На работе среди руководящего, я пока читаю ваши вопросы, что выше было, среди руководящего состава много токсичности в коммуникации. Не хотелось бы с этим общаться с коллегами, сохранить свои профессиональные приоритеты вне зависимости от сказанного в свой адрес. Вы знаете, Яна, на самом деле, если один из способов, такой достаточно простой, это прям в лоб, вот простите за грубость, прям в лоб сказать токсичному человеку, что ты хочешь добиться. Вот этими словами, ну, можно за ним повторить, то есть самое простое, это просто повторить, то есть ты хочешь или ты считаешь, что я такая-то, такая-то. Что ты хочешь добиться этим разговором? Вы знаете, вот тут, в принципе, получается такой разговор уже по душам. Когда человек психует и говорит, ничего не хочу, ну, подожди, если бы, когда человек ничего не хочет, он ничего и не говорит, а ты мне говоришь, что ты хочешь добиться этим разговором. То есть задавайте этот открытый вопрос. Человек, который как-то вас там, может быть, какой-то а-ля буллинг, троллинг, как угодно это можно называть, они не ожидают отпора, они не ожидают вопросов вот таких в лоб, они ожидают, что ты будешь там огрызаться, еще что-то, но запомните, рулит тот коммуникацией, кто задает вопросы. Раз ты задаешь вопросы, ты этим рулишь. Все, тебя уже не пробить. Так, ну что, вопросов больше нет. Нет вопросов, коллеги? Ну что, я буду рада всех увидеть, а если вы мне сейчас напишите, что было полезного, то это даст мне силы, это мне будет то, что меня греет, да, вот из этой таблички, когда спрашивают, почему я преподаю, хотя кучу работы и в бизнесе, это от чего мне хорошо, что мне дает энергию, когда я вижу, слышу обратную связь от людей, которым я даю какой-то инструмент. Волосу можно поговорить? Здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте, можно. Ну, мне полезно то, что действительно на работе все-таки нужно сюда эмоции свои проявлять, а не быть как этот, невозмутимо, потому что действительно, когда человек не считает, не показывает свои эмоции, с ним трудно коммунифицировать. Ну, особенно сложно, когда люди, например, через чур свои эмоции выражают, через край, вот с этим сложнее иногда бывает. Так, спасибо за материал. Да, спасибо, спасибо большое. Да, я конспектирую 80% лекций, спасибо за поддержку. И вам спасибо, спасибо, что даете темы, которые для вас полезны, интересны. Мне больше нравится работать как раз в формате есть запрос, есть ответ, не придумывать, честно, не очень я люблю придумывать это дело. Очень недельный мастер-класс глубокое видение, всем рекомендую, фильм посвященный. О, как, да, на неделе посмотрела, очень понравился. Спасибо за рекомендации, Алифтина, это очень-очень полезно, когда мы друг другу еще что-то помогаем. Как быть, если эмоции воспринимаются как должность, садятся на голову? Екатерина не совсем сейчас поняла вопрос, кто кому садится на голову. Ну, эмоции, оно и есть должное, но они и должны быть, это нормально, что есть эмоции. Задавала вопросы, в ответ услышала, почему ты так со мной разговариваешь? Хороший вопрос, как ты думаешь, а почему я так с тобой разговариваю? Лариса, вопросом на вопрос. Кто задает вопросы, тот ведет. Буду обдумать, потом применять. Мне даже три, спасибо за дровишки, этим займом закоспектировано. Коллеги считают, я им подружка. А, смотрите, Екатерина, когда, ну, это вот к вопросу о границах, когда, да, коллеги думают, что либо подружка, мы там не собирались дружить, всегда можно сказать, нужно уметь как раз говорить технике корректного отказа, что говорить, коллеги, я, я сейчас там не могу заняться тем-то, 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 да, там, по причинам таким-то, таким-то, давай вот, ну, то есть, не в смысле говорить им, там, я тебе не подружка, да, это такой конфликт больше, обозначить эти границы. На курсе будем проходить это. Так, как получить от руководителя обратную связь, если уже просил словами об этом? А, Яна так и не ответил, что ли, вы его попросили, а он вам, тишина в ответ? Написать можно еще. Развитие эмоционального интеллекта, коллеги, сейчас я прям его вот так вот выставлю вам, чтобы, слайдик был. Смотрите, иногда бывает в таких корпоративных войнах, к сожалению, что руководитель отказывается с тобой коммуницировать, давать тебе обратную связь, к сожалению, такое бывает, это совсем не профессионально, от слова прям совсем не профессионально, но если это твой руководитель, ты как бы не можешь его оттолкать, оценивать, у тебя нет просто погон, я рекомендую использовать другие центры влияния, то есть либо идти через голову, либо в HR-подразделения, потому что часто в корпорациях это HR-ом занимаются, и говорить о том, что есть проблема в коммуникации, нет обратной связи, и с этим нужно что-то делать. Я понимаю, что все в разных компаниях работают, везде разные могут быть итоги, при этом, слушайте, не бойтесь вы менять место работы, если там никак не простраивается коммуникация, ну вы у себя одни, ну правда, у нас одна жизнь всего, ну вот вы реально думаете, что вы будете бомжевать, если вы там уволитесь с этой работой? Ну нет, вот правда нет, вы точно найдете ту работу, которая вам нужна, не поощряйте вы тех людей, которые, так скажем, как обезьяны с дерева упали откуда-то, вдруг стали руководителями, не знаю, по какой-то причине, и не умеют управлять, да это их некомпетентности, они ваши, да, то есть если вы со всех сторон попробовали прокоммуницировать и выстроить эту коммуникацию там и через голову, и вшире, и по-всякому, но это не помогает, ребят, уходите оттуда, все, уходите, правда, знаете, я не просто так начала сегодня семинар, попросив вас нарисовать линию, да, и с вехами, вот я каждый раз, когда я меняла место работы, это каждая новая работа, она была в материальном плане, в социальном и в эмоциональном плане в несколько раз круче, чем предыдущая, и я даже помню, когда у меня был такой очень серьезный конфликт, и когда я наконец-то разрешила его, этот Гордеев узел, все написал это заявление, ушла, и буквально там быстро очень нашла работу, и прошло там уже испытательный срок на новой работе, я сидела так и думаю, вот что я сидела и затягивала, затянула настолько, что психосоматика бурным цветом зацвела, вот прям с потерей голоса, там с операцией, вот это вот все, зачем тебе, но ведь на самом деле ты у себя один, ты себя не на мусорке нашел, полюби себя, но если ты находишься в серпентарии, там нет никаких целей, нет никакого просвета, что ты там делаешь, что там вас привязали к стулу, всегда можно найти варианты, как только в вашем мозгу есть альтернативы, начните искать, сейчас хорошее время для поиска работы, начните искать, кто наши слушатели, у нас есть бесплатный центр занятости, в конце концов, многие мне присылают свои вакансии, свои резюме, у меня нет какого-то там центра занятости внутреннего, но через меня много людей проходит, я могу там тоже перепосты сделать, подпишитесь на меня в соцсетях, там в том же фейсбуке, напишите мне в личку свое резюме, я сделаю перепост в соответствующих сообществах, ну то есть я со своей стороны, чем могу, помогу, поэтому вы тоже делайте какие-то действия, что вместо этого? Были ли у вас в практике примеры, когда в компании развивал практику здоровой коммуникации, эмоциональный интеллект один человек, может были? Да, Ян, есть, есть, есть такие примеры, знаете, говорят, ты вокруг себя ничего не поменяешь, пока не поменяешь себя, вот те люди, которые начинают менять себя, они начинают подкладывать дровишек, они начинают любить себя в конце концов, потому что если ты себя не любишь, тебя не может любить никто, потому что тебя нет, ну то есть, Если тебя никто не любит, а в первую очередь ты сам, то тебя и никто не полюбит. Ну, любовь это не в смысле вот только там про какие-то сексуальные отношения, это вообще про такую, в глобальном смысле слова. Поэтому да, можете развивать, конечно, конечно. Ну что, коллеги, завершаем на сегодня. Время наше истекло, поэтому я желаю всем хорошего, такого доброго вечера и завтра еще воскресенье, чтобы вы хорошо отдохнули. Дровишками запаситесь. Сейчас, если вдруг кто-то не придумал, как запасаться, прям сядьте, погуглите, куда можно сходить. Это может быть все, что угодно. Сейчас у кого тепло, есть всякие речки, леса, город, еще что-нибудь. Поэтому наполняйтесь этой энергией, будьте здоровы и живите богато. Не знаю, в какой-то песне так написано было. Всем до свидания.